Всем привет! Канал Киберболл подготовил для вас очередной ролик из цикла о нераскрывшихся звездах FIFA. Ставь лайк, если тебе нравится эта рубрика, и не забывай подписываться на наш канал, если ты до сих пор этого не сделал. Наш сегодняшний герой родился в Казахстане, откуда в шестилетнем возрасте перебрался в Германию. В 16 лет он впечатлил скаутов Милана, и Россонери забрали его из Штутгарта. К этому времени Александр Меркель успел сыграть за все юношеские сборные Германии. Однако в теории он мог играть и за сборную Казахстана. У него оставался паспорт этой страны. А еще он мог выступать за Россию. О том, чтобы заиграть юного Меркеля, пошли слухи сразу после дебюта полузащитника за основу Милана в лигочемпионском матче против Аякса. Сам Александр в интервью признавался, что тоже хочет играть за Россию. А в 2009 году он отказался выступать за юниорскую сборную Германии на чемпионате мира. В молодежной команде Милана Меркеля признали лучшим игроком сезона. А эксперты считали его одним из самых талантливых футболистов своего поколения. В FIFA Александр впервые появился в 11 части, где сходу обзавелся потенциалом 86. Для сравнения у Поля Погба был потенциал 73, у Марио Гетца и Иско 85, у Антуана Гризмана 81. В январе 2011 года Меркель впервые вышел в старте. Через две недели забил первый гол. А в России только и говорили о натурализации полузащитника. Не обошел стороной эту тему и главный тренер сборной Дик Адвокат. Но заиграть футболиста без гражданства было нельзя. А для этого требовалось как минимум отказаться от паспорта Германии. Однако без гражданства страны Евросоюза Меркель сразу становился иностранцем в Милане. И был практически обречен на уход. Российская сторона тоже не особо стремилась привлечь Александра под свои знамена. Летом того года Милан решил обменять 50% прав на Меркеля и 7,5 миллионов евро на Стефана Эль Шаарави. Через полгода Рассенери вернули полузащитника. Но травмы помешали проявить себя. В 2012 Александр оказался на распутье. Меркелем интересовалась Рома и московский Спартак. Также в прессу просочились слухи о Зените. Но полузащитник остался в Дженуа. В FIFA 13 он с потенциалом 87 вырастал в одного из лучших ховбеков в игре. Опережая все того же Погба, Казимиро, Гюндогана, Алабу и Салаха. В реальности зимой Меркель озабрал Удинезе. Откуда и началось стремительное падение. Закрепиться в составе фриульцев он не смог. А аренды в Уотфорд и Гроссхоппер ничего не принесли. Его потенциал в FIFA тоже падал. 80 в FIFA 14 и 74 в FIFA 15. Интерес к полузащитнику пропал даже у российских клубов. В 2015 Александр согласился выступать за сборную Казахстана. Но даже за нее он провел жалкий один матч. Куда Меркель дел свой талант, непонятно. Возможно, сказалась травма, полученная в 2012 году. Возможно, крупный контракт, который ховбек получил еще в 18 лет. Сейчас Александру 26 и он выступает за скромный голландский Хераклес. В FIFA 19 его карточка выглядит вот так. Пиши в комментариях, кого бы ты хотел увидеть в качестве героя следующего выпуска рубрики. Всем спасибо за просмотр и до скорого.